да просто интересно сейчас накопился материал в связи с этой войной с рашкой все люди я раньше он назывался короче илоновский мацк сейчас его переименовал в x как его назвать я чуть не знаю вот там читаю у всех как под копирку одна и та же история ну то есть война спровоцировала взаимоотношения между людьми которые были фиг пойми чего сейчас все как бы однозначно для нас однозначно для нас все понятно и вот они рассказывают про этих ватников допустим и почему вы допустим жена у него ватница почему и вот вот сейчас я только что прочитал историю смотрите я уже это давным-давно говорю у меня это вызывает дикое неудоумение и так сказать я не понимал что происходит эти вот люди а сейчас на других историях разбитые семьи разбитые взаимоотношения между родственниками все война вы определила вот смотрите и стар сказать человек историю вот жена ватница я говорит когда жил в россии ну то есть бизнесмен и все такое то есть как я и ограждал жену вот это от детей возможно от этих невзгод так что предоставляла ему ну прекрасная путин его администрация и законы и менталитет в рашке то есть они и горе не знали они жили припеваючи там жена допустим занималась какими-то там медитациями как у него какими-то йогами сладко спала и все одну хорошо интеллект литературно описывает человек хорошо спала просыпалась без без тревог без ничего ну и как я рассказываю не было никаких он на нее не взваливал что как пришел омон а пришла проверка наложили арест прикрыл украли сожгли ну что предприниматели я же рассказываю это очень долго причем и что предоставляет нам это то путинская страна должна была повернуться цивилизация она повернулась все больше и больше и даже постепенно происходило тоже мы тенденция это уже была видна вот эти все законы в виде до чего сейчас дошли отбирать имущество насильно значит сгонять всех концлагеря этих гомосексуалистов там они накомыслящих всех расстреливать без суда и следствия вплоть до родственников но это все россия да нападать на чужие страны все это было видно мне и нормальные люди которые творили и были активными все это понимали прекрасно всю эту историю сколько на раз уничтожал что и так то есть думали что они покаялись и повернулись они там не повернулись обратно раз это было не осуждено ну как сказать нюрнбергского процесса такого не было и вот он говорит что сейчас я когда вывез семью в армению знам ну будем грузили еще куда-то они выходишь вышли из этого кокона и что вот он виноват что он такой плохой что он как бы вот этот вот сильно кокон этот онега и тепло теплота и сытости ушли благодаря ему а это не путин виноват нет это не рашка не родина родина то у них когда всегда хорошая как и мне все это говорили что надо и как и как это кстати как у всех надо искать другого мужика надо искать другого мужика сколько нужно сохранить там еще что-то и не рашка виновата не путин виноват один номер мужик он-то хороший рашка хорошая и вот это вот ватность у них она как впечатано в мозги то есть какой надо бы как надо было надо было не создавать вот этих условий то есть я как и он этот еще миллион миллион таких заботились о семье делали все максимально возможно все но остались самыми плохими людьми в их жизни да вот так вот как я как я был ну по максимуму отцом и они были по максимуму заботились о своей семье ну как сказать мужьями отцами и сейчас на кого взваливается вся вот эта ответственность что они каскать негодяи они они не заботились они не предоставили семье дальнейшем такое же вот безболезненно переехать другую страну то есть не нужно было оставаться там он-то понимает что невозможно оставаться что все идет краху титаник тонет законы принимаются такие что попробую это скажи откажешься в лагере а потом мы с винтовкой в этом в окопе хотя ты не собирался убивать людей чужой стране нападать на кого-то это не собирался но ты там окажешься они этого не понимает у них это башки не складывать как я говорю что я еще давным дало три года мои дети меня предали они меня обвиняют в чем-то они не меня считают что папа вот такой вот из кожи вон лес это самый лучший человек на земле который тогда их сохранял и сейчас готов царь не нет он видишь ли вырвал их из рашки он не дальневидные он не проявил вот это вот дальновидность а он вот такой вот они пытаются все вернуться в ту страну они не спасая что это не это папа всем делал это вот этот человек я папа миллион таких под которые создавали вот этот вот их оберегали от всего и сохраняли им жизнь это не папа а родина это родина она там все заботилась и папа только то и делал что все ломал все курочил все не так себя вел то кричал то дрался то их наказывал то еще что-то делал это парадокс я говорю это сейчас это это просто можно книгу написать исследование сколько а процентов убежавших с рашки линии убежавших сколько сейчас находится в таком состоянии как я это разорванные семьи разорванные взаимоотношения с родственники эти родственники остаются ватными ты уже не ватный ты уже совсем и мыслил по-другому я сейчас тем более еще открылись такие кладези архивов владея исторических это парадокс и что с этим делать невозможно просто и потери на поколение это вот не надо было а как не надо было ну если ты принес эти построил хороший дом шум надо было в землянке все время держать в голоде держать нижней больше ребенку все это рассказать я говорю это безвыходная ситуация и вот еще это еще больше еще больше ложится виной на вот этот режим диктаторские фашистские путинский который продолжением ленинского сталинского брежневского и всего остального вот это ссср ну тут уже ничего не сделаешь пока эту страну не уничтожат почему-то ты ее ненавидишь потому что они даже не понимают почему-то ими объяснить это невозможно я всей душой с самого своего уже там сказать рождения ненавидел все потому что я понимал и видел фильмы я читал книги я знал историю мать немножко знала когда на меня свалились вот эти новые знания их них преступлениях и варварстве от этих пытках я во всем как они захватывали страны как они сейчас это все пытается делать я стал еще больше вы его зверь что пройдет 100 200 лет они ее разделит пополам и на 4 части на 5 раздербанят и тогда он все только придет но сейчас это невозможно детям что-то объяснить невозможно женам объяснить невозможно мои жены также остаются ватницами что одна что вторая что третье что четвертое они также боготворяться и все вот это вот гадость они не не виной что у них жизни сложилось не ставят они только меня ставят и наш нижний что это я все-то как-то не делал путина они все любят тут ничего не сделаешь это абсолютно они не понимают и никогда не поймут и не объяснишь и например ханит что их не видит они не читают они не сопоставляют они этого ничего не видят об этом надо конечно как-то объяснять на лекциях вот так все чертить на графиках и сколько процент таких людей это огромнейший процент огромнейший как я говорю это дети предавшие свои от своих отцов в основном отцы же у нас являются добытчиками и всем остальным это жены передавшие свои свои ради и разбившие семьи это вот эта проблема и так а огромная проблема кто снимет кино кто напишет произведение давайте бы потому что это массовое смотрю там люди пишут и пишут и пишут они не могут общаться с матерьями с отцами блять тетушками с кем-то потому что там клиника полная полная клиника у них стеклянные глаза нато на них нападают у них нато все хочет отнять блять и это вот это вот все идет 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 и дальше пока не разгромят эту страну пока не начнут их водить на лекции как-то это все это бесполезно это не объяснить ну я спокойно сейчас к этому отношусь папа плохой путин хороший ради бога живите как хотите америка плохая живите вражки переезжайте вражку игру вас он только вылечит перейти вражку начните речевки вот эти мы убьем украинцев мы убьем весь мир мы убьем на пойдем на латвию мы пойдем на францию всех ограбим всех изнасилуем всех убьем пожалуйста живите так никто вам не запрещает сейчас я отошел от всего я просто говорю что я вот читаю что вот это это не моя трагедия это массовая трагедия и всех как под копирку вот и все вот и все